В этой связи, понимая, что протестные настроения накапливаются и они постепенно будут расширяться, мы призываем 6 июля всех недовольных режимом на митинг-монстрацию. В наших чатах есть немало людей, которые считают, что вот эти протесты уже растут, и достаточно призвать на 6 июля, и тысячи людей выйдут на митинги. Я в этой связи хотел бы сказать, что да, процессы идут, но так, чтобы десятки тысяч вышли на улицы, это еще, скажем, надо работать. И надо преодолеть в первую очередь страх. Основная часть недовольных людей все еще побаиваются. Побаиваются немногочисленные полиции. Я еще раз хочу напомнить, что в таких крупных городах, как Алматы и Астаны, не больше двух с половиной тысяч полицейских. В таком миллионном городе, как Шимкент, полицейских всего лишь тысяч человек. Когда ты знаешь, кто защищает режим, когда ты знаешь, что у нас миллионы, сразу наступает понимание, что если мы объединимся, мы просто мирным образом, не каким-то военным, нам это даже и не нужно. Мы просто, организовав выход десятков тысяч протестующих на улице, просто снесем режим. Все будет очень мягко. И, собственно, для преодоления этого страха, мы призываем вас на митинг 6 июля, на митинг монстрацию. Что такое монстрация? Ну, это протест в художественной форме, когда можно, скажем, одеть специальные костюмы, выйти с плакатами. Ну, вот сегодня я сделал объявление. Вы же знаете, у Назарбаева любимая была фраза. «Сходи на кладбище, если тебе плохо жить, сравни себя с покойниками». Или его знаменитые, помните, «Две коровы», что «Купи две коровы, и все у тебя будет окей». Или там «Зачем тебе высшее образование? Вот можно работать дворником и стать миллионером». Он, наверное, своего брата-сантехника, Булат Назарбаева имеет в виду. Ну, и, собственно, я сегодня выставил плакат, называется «Жуй картон». Не животные должны жевать картон, а Назарбаев. «Жуй картон, уколись, потому что наших людей принудительно вакцинирует. Не добровольно, как говорит режим, а принудительно. И иди на кладбище». То есть мы предлагаем, ну, султану Назарбаеву пожевать картон, уколоться вакциной Путина и идти на любимое его место на кладбище. Но потом помните его знаменитая фраза, что «Ну, зачем нам фуа-гру есть?» Наши люди даже не знают, что такое фуа-гра. Вот. Ну, и сейчас наступила ситуация, когда можно, наверное, выйти, например, с такими плакатами, да? Ну, например, смотрите. «Фуа-гра и бананы для бедных, картошка только для богатых». То есть цена картошки сейчас такова, что только богатые могут себе позволить. А фуа-гру и бананы, пожалуйста. Потом помните его любимая была фраза «Я тут один торчу, нету никого, все потопчено. А кто потоптал?» «Держитесь за меня, следующий будет хуже». Ну, например, наши ребята предлагают следующий плакат. Можно его сделать в виде костюма. «Не надоело торчать?» Следующий хуже торчка точно не будет. Ну, и вот таких, я думаю, что фраз о том, что нужно строить квартиры без туалета, как Азат Перуашев, плакальщик говорил. Известные и знаменитые фразы есть у Жан Карагузовой, депутата, есть у Такаева, есть у Карима Масимова. Их десятки и сотни таких фраз. И в художественной форме 6 июля мы предлагаем выйти на соответствующие места, где власть организует концерты, праздники. Мы места эти на следующей неделе опубликуем. Что мы необычно в этот раз предлагаем? В этот раз мы предлагаем, на самом деле, некий конкурс, чтобы люди вышли с этими плакатами, с костюмами театрализованными и в такой художественной форме выразили свой протест, вышли на площади. И мы объявляем призовой фон. Ну, вы знаете, что наши люди любят айфоны или там еще что-то. Ну, мы решили этот протест совместить, что называется, приятное с полезным. Мы объявляем конкурс и на конкурс мы выставляем три айфона. Значит, какие условия? Когда 6 июля люди выйдут на такой театрализованный протест, важно это место, где мы обозначим, сфотографироваться, нужны качественные фотографии, сняться на видео и прислать эту информацию в штаб ДВК. Все ссылки, посты мы на следующей неделе будем активно выставлять. Мы отберем, я и когда говорю мы, это штаб демократического выбора Казахстана, отберет где-то 100 работ, которые, на наш взгляд, представляют интерес. Они остроумные, они веселые. И мы эти 100 работ отберем и предложим в Instagram 16.12.info голосование. Из 100 работ на первом этапе люди отберут 10, а затем среди 10 мы отберем трех победителей. Этот конкурс распространяется на всю страну. Это где-то приблизительно будет 20 городов. Таким образом, участвуя в этом конкурсе, вы можете выиграть призы, ваш любимый айфон. Но здесь что важно? Важно, чтобы на этих фотографиях, если это ваш телефон позволяет, функции позволяют, чтобы были водяные знаки, которые обозначали дату, время. И таким образом мы будем идентифицировать, что это действительно протест состоялся в том самом месте, в котором мы обозначили. Ну и потом, на самом деле, здесь мы людям даем выбор. Может, кто-то не хочет айфон победителей. Мы победителям отдаем эквивалент в размере каждому 1000 долларов. Теньги, безусловно. Ну, если у людей проблема с картошкой, мы знаем, что на картофель сейчас очереди, и его цена приблизительно доллара и выше, мы предлагаем, то есть, точнее, даем возможность человеку вместо 1000 долларов или вместо одного айфона забрать 1000 килограмм картошки. Мы обеспечим эту поставку. Ну, вообще, мы посмотрели в интернете еще, сколько стоит корова, любимая Назарбаева. Вы же знаете, что именно благодаря двум коровам Нурсултан Назарбаев стал сказочно богатым человеком. Ну, наверное, это вообще уникальнейший случай. Имеешь двух коров, и ты обладатель 200 миллиардного долларового состояния. То есть, богаче, чем любой человек, самый богатый в мире, Нурсултан Назарбаев. Так вот, мы посмотрели. Оказывается, одну корову можно купить приблизительно за 1000 долларов. Поэтому мы людям даем выбор или айфон, или деньги 1000 долларов. Мы выставляем 3 айфона или 3000 долларов. Три коровы и по 1000 килограмм картошки. Три раза. Ну, и, собственно, я обращаюсь к бизнесменам. Я думаю, что это очень интересный будет конкурс. И уже мне озвучили некоторые бизнесмены, что они готовы тоже пожертвовать, выставить на конкурс коров, картошку, выставить, наверное, и айфоны могут. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству бизнесменов разного уровня, которые могут тоже, например, поучаствовать и выставить на конкурс. Таким образом, в результате вот такой монстрации, художественной демонстрации, мы хотим раскрыть правду о нашей стране, привлечь молодежь, чтобы это широко было известно, что вот есть конкурс, и цель его показать реальность через художественные постановки. Именно на площадях. Именно на площадях, там, где будут проходить разные публичные мероприятия в честь так называемого города Нур-Султан 6 июля. Так что, уважаемые друзья, мы приглашаем вас на митинг-монстрацию 6 июля. Я еще раз хочу повторить, что конечный финальный конкурс вашему вниманию будет предложено 10 видео или 10 фотографий, и путем голосования вы определите победителей. Давайте мы это все организуем, сделаем с размахом, покажем, что у нас народ творческий, что протест не обязательно должен быть в какой-то резкой форме, мы можем его сделать в творческой форме, и еще более ошеломительным, еще более сильным, когда люди просто выходят на улицы страны и говорят «Шалкет». Мы это все можем сделать в художественной форме. Так что, уважаемые друзья, 6 июля мы объявляем митинг-монстрации. Время и место проведения по всем городам выйдет на следующей неделе. Мы распространим в виде плакатов, рекламы, и будет у нас серия постов, которые зададут направленность этого митинга-монстрации. Алга Казахстан! Продолжение следует...